Добрый день, дорогие читатели и теперь уже зрители журнала «Книжная индустрия». Мы рады приветствовать вас в этой замечательной студии. И сегодня у нас очень интересная тема – тема «Книжная полиграфия. Стратегия эффективности». И я очень рада представить наших уважаемых коллег, замечательных экспертов. Это Ильяс Муслимов, владелец компании «Папирус в столице» и член Президиума Российского Книжного Союза. Добрый день. Добрый день, Светлана. И Игорь Полтавцев, генеральный директор первой образцовой типографии. Добрый день. Коллеги, тема для нас здесь действительно очень интересная. И надо сказать, что в таком составе мы встречаемся впервые. И, конечно же, поэтому мой первый вопрос связан с тем, как развивается сейчас первая образцовая типография. Я знаю, что в прошлом году типография запустила новый комплекс книжного производства. Расскажите, пожалуйста, в чем инновационность этого проекта и какие возможности он открывает для книжных издателей? Действительно, в прошлом году был запущен достаточно длительно. Долго мы готовились, долго мы рассчитывали этот проект. И в прошлом году нам удалось запустить проект на базе площади Чеховского полиграфического комбината. Проект цветной книжной полиграфии. Надо сказать, что для Чеховской площадки это направление новое. Да, это предприятие старое. Предприятие с большой историей. Но то предприятие, которое строилось в советские годы в основном для производства журнальной продукции. Причем значительная часть этой журнальной продукции была черно-белой. Поэтому для предприятия это был своеобразный новый вызов. Одновременно нужно было освоить и качественную цветную печать, и освоить достаточно сложное переплетное дело. Оборудование подобного класса в России до этого не присутствовало. В принципе, и в Европе не так много машин такого класса. Это машины особо широкие. Это машина шириной 164 сантиметра. Машина с переворотом, восьмикрасочная. Это те оборудование, которое позволяет за один прогон, если можно использовать такой вот некий полиграфический сленг, получать отпечатанных с двух сторон фактически четыре листа сразу. Соответственно, производительность, соответственно, качество. Но надо сказать, что и те требования, которые это оборудование предъявляет к персоналу, они тоже принципиально другие, чем на наших остальных площадках. Поэтому, казалось бы, в Вятке мы эту тему уже проходили. Казалось бы, все то же самое. То же предприятие, которое, да, работало книгу, но никогда не работало хорошую качественную цветную книгу. Вроде как все должно быть знакомо. Но, тем не менее, в ходе реализации этого проекта мы столкнулись с колоссальным количеством новых для нас вызовов, которые вот попытались за 17-е, за начало 18-го года решить. Конечно, мы рассчитываем на то, что качество печати на территории Чеховской площадки будет, ну, может, наверное, не скромно так говорить, да, нельзя говорить там о лучшем стране, но, во всяком случае, скажем так, не будет уступать ни одному из известных мировых брендов. На сегодняшний день мы уже печатаем значительную часть продукции, которая раньше печаталась за границей, и не только в Китае, но и в европейских странах. Ну, и будем надеяться, что по мере, нельзя сказать, освоения, но, тем не менее, приходится говорить, потому что оборона действительно принципиально новая по всем этапам, мы сможем нарастить выпуск продукции, ну, еще в два раза. Ну, это замечательная новость, я считаю, что очень важная для книжной отрасли, для книжных издательств. Все мы, конечно, в одной лодке, и издатели, и полиграфисты, и поставщики бумаги. Вот в связи с тем, что меняются технологии, меняется производство новой машины, соответственно, меняется и потребность в бумаге, как вы оцениваете, Ильяс, текущие потребности, что принципиально изменилось, что в целом изменилось в связи с запуском новых проектов, вот, в частности, таких масштабных, как в первообразцовой типографии? Во-первых, хотел порадоваться за коллег, что действительно такой проект, он смог быть осуществлен в России в непростое кризисное время, то, что такие инвестиции большие были вложены в непростой бизнес, и честь и хвала этому коллективу, который возглавляет Игорь Валентинович и другие директора, которые смогли, собственники, которые смогли, в общем-то, да, этот проект воплотить в жизнь, он теперь уже рабочий. С чем мы столкнулись? Конечно, это проект глобальный, и не только там, вот, в силу того, что персонал, много вызовов, которые, Игорь сказал, нужно было преодолеть, но я помню, самый первый вызов был, это когда был запуск машины, и нужно было делать тестовую печать, и мы столкнулись с очень непростой задачей, когда к нам обратились коллеги по поставке бумаги, мы не нашли в России этих форматов, я могу сказать, даже не на каждой фабрике Европы мы не нашли таких форматов, у нас получилось вот именно в сжатые сроки, необходимый формат только с одной фабрикой, я не буду называть сегодня специально название кабинетов фабрик, чтобы не делать рекламу, вот, но, тем не менее, такая проблема существует, существует, и даже при запуске мы испытывали не колоссальные, в общем-то, груз ответственности, в первую очередь по срокам поставки, вот, сегодня вот вызов такой брошен, в том числе и производителям бумаги, появляется новая техника, надо соответствовать. Но, тем не менее, она решается, я вижу, достаточно оперативно, вы реагируете на изменения, собственно говоря, технологии производства, а скажите, вообще сегодня, действительно много меняется в книжной отрасли, меняются подходы, форматы книги, какая бумага сейчас востребована и будет востребована в течение, там, ближайших 10-15 лет, можете как-то, вот, оценить текущие тренды, и что будет по бумаге? Я думаю, что я не сильно ошибусь, если скажу, что к нашему, можно сказать, удовольствию, безусловно, за последний период, произошло некое смещение в сторону более качественных сортов бумаги. Может быть, это потребность рынка, может быть, мы так себя позиционируем на рынке. Здесь, конечно, в первую очередь, должны говорить издатели, но складывается ощущение, что требования к книге и к контенту, и к тому, как она сделана, и к тому, на чем она сделана, все-таки немножко выросли. Газетные бумаги, бумаги, на которых, прямо скажем, работать, ну, не то, что неприятно, работать тяжело, да, она не только плохо выглядит, она и плохо в работе идет. Это уходит постепенно. Доля их уменьшается. Доля их уменьшается не только, если мы говорим про твердый переплет, даже вот в мягкой обложке растут требования, появляются достаточно дорогие сорта овсетной бумаги, растет требование к качеству печати и качеству отделки. Это одна сторона вопроса. Если мы говорим про цветную книгу, там немножко другая ситуация. На наш взгляд, происходит увеличение доли мелованных бумаг в сравнении с овсетной. Это во многом вызвано не только тем, что мелованная бумага выглядит дороже, богаче, но и экономикой, потому что, собственно говоря, цены овсетных бумаг на мировом рынке, скажем так, если я не прав, пусть Ильяс меня поправит. Я уже залезаю сейчас немножко не на свою поляну. Скоро спросим. Но они выровнялись. Они во многом, скажем так, выровнялись. И издатели в значительной степени переориентировались от овсетных бумаг к мелованным. Если мы говорим про тот растущий сегмент цифровой печати, то там вообще действуют абсолютно другие законы, там своя история с бумагами. Поэтому, я говорю, вопрос достаточно многогранный. Надеюсь, что мы все двигаемся в сторону более качественных бумаг, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот это новое оборудование, которое мы сегодня там эксплуатируем, оно предъявляет все другие требования к бумаге. И то, что, например, прекрасно у нас проходило на машинах первого формата, машинах 70-маста, тоже того же производителя, того же класса, тоже такие же новые машины. При работе на этих же сортах бумаги на машине 164-й ширины мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами. И мы видим, что, в общем, качество производства бумаги, скажем так, стало менее стабильным, чем было какое-то время назад. Может быть, оборудование стало предъявлять повышенные требования, и эти вопросы стали, скажем так, проявляться. Может быть, они раньше были сглажены. Не знаю. Это вот уже не наша вотчина. Но, тем не менее, нарекания к, еще раз повторяю, не... Что было раньше? Битероль приехал, да, то есть вопросы логистики. Замочили по пути, опять же, вопросы логистики. И редко-редко действительно была проблема, связанная, которая шла с комбината. Что на сегодняшний день происходит? На самом деле, наши коллеги значительно подняли качество логистики. Практически проблем при транспортировке бумаги, невзирая на наши дороги, невзирая на то, что мы используем разные виды транспорта, работаем в разных регионах, это не только Чехов, да, это и Вятка. Это и Ульяновск. Дороги разные, да. В последнее время стало много меньше, но вот качество самой бумаги, да, к ним появляются проблемы. Не только к отечественным комбинатам, но и к импортным производителям. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ